здравствуйте здравствуйте меня зовут андрей и я рад вас приветствовать в одном из самых любимых моих сеульских парков большой детский парк насколько он большой насколько детский это нам предстоит с вами сегодня узнать а находимся мы сейчас перед стеллой на которой написано харти образование написана она была в 1968 году и обратить внимание подпись президента пак чунг хи не очень длинная это харти окошка привет но очень интересные здесь слова во-первых пришла пора нам осветить наше светлое будущее и целью образование будет как раз светлое будущее нашей страны независимое развитие внутри страны предполагает эта хартия а вот последний абзац с помощью сильного антикоммунистического духа мы будем стремиться к объединению страны мирному естественно пак чунг хи в 1968 году в году когда эта хартия была написана пережил на себя покушение 31 человек перешли границу севера и двинулись прямо на дворец президента один человек сбежал обратно 29 человек полегло и один человек отсидел свой срок сдался властям и сейчас он священник в протестантской церкви под сеулом находится возможно этот срез немножко его подвигнул объединить так сказать усилия и с парламентом месте написать вот эту харти образования патриотизм сильным антикоммунистическим духом это наш образ жизни и основа для реализации идеала свободного мира пак чунг хи 1968 год но пойдемте знакомиться с парком тут гораздо больше чем просто антикоммунистические хартии образования знакомьтесь ян янс вельтефрея товарищ из голландии которого прибило в 16 веке к берегам острова че чудо это самый южный самый большой остров кореи и он так и остался в корее собственно корейцы не хотели выпускать между прочим он помогал корейцам делать пушки которые потом применялись во время войны с маньчжурами 1636 года пушки назывались очень интересно он и по по это пушка он красный и варвар собственно пушки попали в корею из голландии через китай но вот этот товарищ помогал собственно их изготавливать и вводить в эксплуатацию и потом они применялись для борьбы с варварами но уже маньчжурскими варвары европейские помогли корейцам бороться с маньчжурскими варвары в 1653 году он опять попадает на че чудо уже в качестве инспектора его королевский двор послал расследовать новый инцидент с европейскими варварами очередное голландское судно очередным штормом было выброшено как раз на берег че чудо и голландец пошел исследовать собственно что его друзья голландцы забыли на закрытом побережье южной кореи памятник достаточно недавно в 1990 году сюда попал и попал он сюда из голландии или балтус сделала этот памятник но между прочим где репе городе регион родился этому памятник сразу без хендай обязательно хендай там и самсунг давайте найти самсунг самсунг конечно фотоаппарат уже не выпускает это 1990 год сколько хотим столько играем играем дома под значение где угодно когда с чем его 1929 года здесь находился сеульский гольф-клуб первоначально он назывался кэнсонский гольф-клуб и был основан собственно во времена когда кореи как самостоятельного государства не существовало здесь была колония японии чусон и город сеул тогда назывался кэнсон поэтому кэнсонский гольф-клуб тем не менее после освобождения кореи в 1945 году клуб никуда не делся продолжал существовать президент пак чунг хи который пришел в лак власти в результате военного переворота 61 года очень любил гольф и вот частенько захаживал сюда поиграть с другой стороны он наверное очень любил детей как дедушка ленин поэтому в 70-м году приказывает основать сеуле сеульский парк детей вот где мы сейчас с вами находимся на том самом месте где находился гольф-клуб а гольф-клуб перенесли гольф-клуб такой интересный раз него заходила все время президент 1974 году уже в перенесенном гольф-клубе председателем почетным становится начальник бывший охраны президента почему бывший потому что в 74 году у президента пак чунги убили жену жена погибла трагически во время покушения на самого президента покушение происходило государственном театре в аккурат 15 августа 1974 года почему в аккурат я сказал потому что 15 августа это день освобождения кореи в результате погибла жена президента госпожа юг яунсу и очень многие чиновники большие подали в отставку в частности мэр сеула начальник охраны президента пак чунги подали в отставку ну вот этот начальник охраны стал председателем перенесенного отсюда гольф-клуба необычный такой клуб он до сих пор существует интересно кто в нем сейчас играет здесь начинает строить большой детский парк и 1973 году заканчивает строительство в день детей 5 мая открывает двери этот самый парк и так день рождения большого детского парка в сеуле это 5 мая 1973 года мне он очень нравится так много скульптуры стиле соцреализма я бы назвал или щучейского реализма вы думали чучхе это северокорейское слово просто корейское слово означает самостоятельность и независимость поэтому президенту пак чунги чучхе независимость самостоятельность было совсем не чуждо независимое развитие южной кореи независимо от чего от всего мира или от северной как вам сказать мы очутились в мире сказок и приключений эти каменные скульптуры напоминают нам о том что здесь было до того как здесь появилось поле для гольфа а была здесь могила императрицы сунмён это жена последнего императора их всего два на самом деле было сунджона сунджон умер в 1926 году и могилу его жены которая раньше умерла принесли в другое место а статуи здесь остались эти самые настоящие статуи самой могилы самой настоящей императрицы сунмён потом поле для гольфа а с 1973 года как вы помните здесь находится большой детский парк радость детям и взрослым по моему все-таки взрослых здесь больше сегодня как вы думаете мара сеула ян токсика при котором строили этот парк было два прозвища первое крот потому что при нем строили и метро сеульская первая линия вводилась в эксплуатацию и он постоянно был на станциях как крот там под землей проводил очень много времени а вторая о майка о майка потому что он был лысый блестящий как краска знаете такая глянцевая краска бренд этой краски до сих пор существует назывался хомайка поэтому и ян токсик тоже хомайка был он против прозвищ не возражал тем более что они показывали его как трудолюбивого и приличного мэра это надпись собственно от него досталось наследство этому парку он кстати тоже как и глава службы безопасности президента пакчунхи в 1974 году ушел в отставку в связи с чем с убийством жены пакчунхи а этот дом судя по всему был clubhouse то есть дом для отдыха во времена когда здесь располагался еще клуб для гольфистов давайте посмотрим кто скидывался на строительство этого парка большого детского парка но естественно сеульский гольф-клуб во главе с пакчунгю пакчунгю напоминаю это начальник охраны президента пакчунги который в 1974 году после неудачного покушения на президента при котором погибла его жена тем не менее ушел в отставку организация японских корейцев скромная сумма 50 миллионов вон вообще пакчунги служил японской армии и в 1965 году через несколько лет после того как он к власти пришел в результате военного переворота он заключает очень быстро мирный договор с японией и япония начинает вкладываться в корее те корейцы которые оказались японии на момент освобождения жили они помогали южной корее в том числе вот такими вложениями в сеульский большой детский парк тут есть представители крупнейших корпорат корпорации кореи в частности hyundai и samsung вот их тоже президент уговорил или заставил вложиться строительство этого парка те люди которые скинулись на строительство большого детского парка большое им спасибо сейчас они смотрите как за за двумя заборами с арбом в 80-е годы несколько слонов убежали зашли в столовку какую-то здесь же на территории этого парка поесть вроде обошлось без жертв ну как вы поняли у нас этот парк такого антикоммунистического соцреализма мальчик вы наверное подумали корейский павлик морозов подвиг совершил но не совсем тот который совершил павлик морозов чё несу его зовут значит фамилия чем зовут часу а на самом деле часть часто добавляют приставку его имени сегодня все это сыновья почтитель рассказываю историю 22 января 1974 года он со своим папой шел в корейской провинции глухой в горах где-то праздновать новый год обычно дом главный так сказать где живет старший сын усопших родителей собираются все родственники судя по всему папа у него был не старший сын поэтому они сыном шли на праздник чтобы оказать почтение так сказать очень сильный внезапно пошел снег и стало очень холодно в горах вы знаете что этот шельмец сделал он снял себе одежду и укрыл этой теплой одеждой своего папу в результате замерзли оба и отец замерзли и сын образец сыновь непочтительности чем десу значит он пожертвовал собой ради отца 1974 году такое еще было возможно сейчас недавно брали интервью у местного жителя вот говорит в то время еще можно было услышать и слова о да то есть будет сыновь непочтительности и хочу мужчина который отличается сыновь непочтительности идет по пути сыновь непочтительности их они это соответственно женщина такого же склада а сейчас к сожалению понятия сыновь непочтительности все реже и реже всплывает в речи повседневной корейцы как видите разница с поступком павлика морозова разительная 1968 году в январе было совершено покушение на пак чунги уже известного вам тот самый президент который приказал основать вот этот самый парк но в декабре 1968 года северные корейцы продолжили свои диверсионные атаки на южную корею и высадили 120 человек того же самого подразделения которое охотилась на пак чунги в январе 120 человек высадились на восточном берегу южной кореи и начали искать место где они могут переночевать подкрепиться и так далее цель их была организовать сопротивление вооруженной южных корейцев почему-то ким ир сэн тогда думал что это возможно южные корейцы не очень поддерживали северных корейцев как вы понимаете вот в частности семья этого молодого человека и сын бока не поддерживала тем не менее северные корейцы из отряда 124 постучались к нему несколько человек в дом его семьи и потребовали еду и ночлег после того как они спросили у и сын бока как он относится к северной корее он сказал отрицательно они начали его избивать он сказал я ненавижу коммунистов после этого озверили северной корейцы и просто убили его избили до смерти мало того пострадала вся его семья мама 33 лет младшая сестренка ему самому 9 лет было младший братик старший брат и отец только смогли ускользнуть если среди зрителей моего канала есть поклонники конспирологии то здесь без нее тоже не обошлось заявляли что история это была придумана что это припал пропагандистская история но тот кто заявлял попал под суд и его приговорили правда не к небольшому сроку всего шесть месяцев 2002 году на родине и сын бока существует музей где есть картины изображающие его подвиг но не только картины но и фотографии так что суд признал что и сын бог действительно существовал и действительно погиб во время рейда северных корейцев ну что понравился вам большой детский парк мне вот например здесь очень нравится несмотря на то что они ребенок а вовсе даже взрослый ну и детям здесь хорошо смотрите как история и зоопарк и культура осенью у нас клюваны в этом парке а обратите внимание мы проходили около большого количества деревьев сабры так что весной здесь тоже толпы народа ходят и любуются сакурой с вами был андрей из сеула кстати меня тоже можно назвать о майка